Приветствую вас! Ситуация ваша закончится тогда, когда вы, с одной стороны, заднете на себя ответственность за то, что происходит. То есть вы говорите, что вот мужчина вас везде ищет, проявляет инициативу, интерес, вы ломаетесь, не поддаетесь своим желаниям и так далее. А далее, следующее очень напоминает то, что вы как бы мужчину обменяете в том, что происходит. Не себя, а мужчину. То есть вы говорите, это мужчине, но это мужчина хочет, этого мужчина требует и так далее. Ну а вы, есть ведь еще и вы. Согласитесь. Если еще и вы в этой ситуации, а какую же роль вы сами себе хотите обвести? Какую же роль вы сами себе хотите взять? Вы можете быть на роли любовницы для своего мужчины. Хотя бы потому, что у вас с вашим мужем очень длительный конфликт. А можете с мужем отношения прекратить, например, но не для мужчины, того, с которым у вас сейчас происходит ситуация, ну, происходит, скажем так, роман. А для себя, если у вас конфликт с Муни на протяжении двадцати лет, то это серьезно. Здесь совершенно непонятно, почему вы в этом конфликте живете. Что заставляет вас жить в конфликте с одним мужчиной, по сути дела быть зависимым от него? Что заставляет вас жить, опять же, в своего рода конфликте с другим мужчиной и быть зависимым также от него? Почему вы всегда зависимы от мужчины? Почему вы ставите в себя позицию зависимой? Вот это, мне кажется, самый главный вопрос, который вам нужно определить. Это первое. Вопрос ответственности. И надо сказать, что это и женская модель поведения, и то, как вы себя позиционируете в отношениях вообще, и ваши цели, ваши идеалы, ваши взгляды на семейную жизнь. Ну, здесь, например, под зиму вы позволяете мужчине, своему музею, точнее, убивать свою индивидуальность, как вы говорите, и терпите это, ради чего вы терпите это. Что заставляет вас это терпеть? И так далее. Возможно, проблема идет у детства. Может быть, ваши родители, вот так вот, вас. Ну, вы повторяете родительский сценарий. Ваша мама, например, была постоянно в зависимости от своего мужа. И вы, например, тоже теперь в зависимости от своего мужа, от своих мужчин. Но если ваша мама, рано невозможно, не имела выбора другого, вот этот выбор иди. Другое дело, что да, может быть, он вам кажется неприемлемым. Другое дело, да, может быть, вы чего-то боитесь. Но в любом случае, пока вы не поймете, что не мужчины ваши должны решать за вас, как вам жить. А вы, вы сами решаете, как будет строительство вашей жизни. Вы сами не дадите за нее ответственность. Это первое. Соответственно, не уверены в себе, страхи детско-родительские отношения, комплексы, потребности, ваши ценности. Все вот это вот обусловливает то, что происходит сейчас. И чтобы ситуацию прекратить, нужно понять, что уменьшает вам в этом себе ответственность за свою жизнь, за себя. Второй важный момент – это потребности. Ваш муж убивает вашу индивидуальность. Своим мужем вы не чувствуете, как я понял. Довольно серьезный негатив. И вот странно. Странно. Причем при этом, вы все равно с ним. У вас даже не возникает идеи развеститься к своему. Хотя 20 лет вы уже живете в конфликте. Так вот, видите ли, ваш новый мужчина, он этим вас и притягивает. Он этим вас и притягивает, что с ним вы чувствуете, что конфликта-то как такового нет. С ним вы свободны, с ним вы индивидуальны, с ним вы чувствуете себя женщиной. И естественно, естественно, вы к нему тянетесь, естественно, вы испытываете душевный трепет. Потому что он дает вам то, чего вы, по сути дела, давно не получали. И именно поэтому вы к нему тянетесь. И именно поэтому, пока ситуация с мужем не будет разрешена, пока вы в этой ситуации, в ситуации с мужем не определите свою позицию четко и окончательно, это будет происходить. Потому что ваши потребности, они нуждаются в том, чтобы их удовлетворяли. Ваши потребности нуждаются в том, чтобы быть удовлетворенными. Вы же им это удовлетворение не даете. И когда вы сталкиваетесь с тем, кто может вам дать то, в чем вы так нуждаете, естественно, у вас срывает голову. И нужно, прежде чем стремиться к источнику того, что вам нужно, нужно сперва избавиться от того, что вас удерживает от свободы. Ведь вы не свободны сейчас. Понимаете, то, что ваш муж убивает вашу индивидуальность, это, вы знаете, слишком общая правда. Я думаю, что ваш муж не позволяет вам быть свободным. Это вот несколько другой момент. И именно к свободе вы стремитесь. Потому что в сексуальном плане все хорошо, плохим вы его назвать не можете. Но то, что вы не свободны, это скорее всего. И вот именно к свободе вы тянете. Так что останавливает вас, чтобы с мужем не разойтись? Или хотя бы не сказать ему, что вы устали же так, как вы живете, что если он хочет быть с вами, чтобы он либо что-то менял, либо вы уйдете. Подумайте об этом. Понимаете, вы требуете от себя невозможного. Вы требуете от себя бороться за своими потребностями, хотя они, эти потребности, эти потребности, дают их себе знать все больше и больше, все сильнее и сильнее. И это нормально. И борясь против своих потребностей, вы, по сути дела, борете против самой себя. Борясь против своих потребностей, вы делаете себя зависимой от них. И опять же, не свободны. Подумайте об этом, пожалуйста. И еще. Подумайте о том, как выглядят оба ваших дополнения. Видите ли, одно дополнение ваше, одно настроение, в котором вы говорите, что вот, мне с этим мужчиной неприятно находиться в отношениях. Мы оба семейные люди. Противно. Вроде бы все понятно. С другой стороны. Затечной конфликт с мужем более 20 лет. Потеря собственной индивидуальной и так далее. Страшно. Это реально страшно то, что вы говорите. У вас совершенно два разных настроения в двух дополнениях. Понимаете, если вам противно, что вы, по сути дела, являетесь любовницей для другого мужчины. Если вам это противно, то, наверное, в два раза, в три раза, в десять раз, должно быть противно, что вы со своим мужем в течение 20 лет живете вне свободы, в подавлении себя. И если, если так случилось, что вы не видите для себя развода с ним, то поверьте мне, быть с этим мужчиной, с другим мужчиной, с любовником, это не самое страшное, что можно с вами быть. Лучше быть любовником и реализовываться хоть как-то, чем быть с мужем и не реализовываться вообще никак и испытывать при этом жуткий невроз. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!